итак у нас встреча с куратором Ольги и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашая к нам прийти куратора друга у ангелов друзья Ольги в нашу комнату диагностики у нас куратор девушка хорошо ангел мы приветствуем снимается все маски и голограммы фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК мы приветствуем куратора Ольги меня зовут Влад это Вера ваша подопечная стоит рядом ваш друг мы сильно проводили ее чистку будьте любезны представьтесь пожалуйста как нам обращаться к вам я благодарю всех за эту волшебную встречу очень рада приветствовать всех здесь меня зовут ласточка куратор ласточка замечательное имя мы приветствуем вас 10 вопросов попросила Ольга задать своему куратору будете ли вы так любезны на них ответить я помогу Ольге расставить все на свои места если пришло время и если это касается ее в земной жизни благодарю вас вы куратор вы решаете на какие вопросы отвечаете на какие не отвечать я тогда начну с приветствия приветствуйте а мой дорогой куратор всю свою сознательную жизнь я чувствую твою поддержку и посылаемые знаки всегда и всегда шла за ними четко понимая цели сейчас меня переполняет огромная радость от встречи и то что я могу узнать твое имя для дальнейшего общения прошу тебя помочь мне разобраться в следующих вопросах первый вопрос откуда моя душа и сколько ей лет первые два вопроса и второй вопрос какой уровень моего высшего я меня запутал это она нас запутала это есть первый вопрос откуда она откуда моя душа и тут же она продолжает дальше сколько лет моей душе значит здесь в одном вопросе два вопроса уважаемая ласточка мы люди любим так запутанно объяснять все все понятно ну как ты сама видишь ангельская душа с восьмого ангельного уровня восьмой ангельский скажи пожалуйста следующий вопрос сколько лет ее душе сравнительно молодая но осознанно в определенном плане 23 тысячи лет 23 тысячи лет благодарю вас уважаемая ласточка вы закончили или вы хотели что-то добавить я могу переходить к следующему вопросу я не уверена что я уже ответила на эти вопросы ты можешь их повторить конечно первый вопрос откуда моя душа и сколько ей лет вы сказали ангельская душа с восьмого ангельского уровня и в возрасте ей 23 тысячи лет это был еще какой-то вопрос это уже был следующий вопрос какой уровень моего высшего я благодарю как я уже сказала восьмой уровень ангельский и одиннадцатый высшего я одиннадцатый высшего я замечательно благодарю вас уважаемая ласточка третий вопрос с юности я увлекаюсь эзотерикой нумерологией астрологией гадала на карте на картах до 20 лет пока не заболела сильно бронхитом с тех пор 20 лет не беру карты в руки все эти дисциплины помогают мне познавать людей из моего окружения в роду людей с подобными занятиями не было откуда у меня интерес ко всему этому вот это и есть вопрос очень странный вопрос это элементарная интуиция время в котором ты живешь полно информации и выбора твоя родня жила в совсем другом времени информация была закрыта в большинстве случаев да и цели были у людей другие сегодняшний день ты можешь получить любую информацию твоя интуиция ведет тебя твоя твоя и твоя душа здесь нет никакой тайны благодарю вас вы позволите переходить к следующему вопросу пожалуйста четвертый вопрос с осознанного возраста всегда ощущала свои предрасположенности к медицине всегда интуитивно знаю что где куда применять заболевшим мне людям второй год успешно применяю эфирные масла такое ощущение что это забытое мною знание вернулось ко мне я была связана когда-то с медициной в предыдущих воплощениях ты чувствуешь свои ангельские энергии которыми ты можешь скажем так лечить но это совсем не то чем вы лечите на земле и я имею ввиду лекарства и препараты и операции которые вы делаете твои ангельские энергии они лечебные для многих людей заполняющие чакры ангельскими потоками человек становится легче если его болезнь не запущена это одно второе ты должна была раньше услышать тебя и изучить анатомию человека погруж погружаясь глубже в медицинские и анатомические знания прочитал так много прочитай еще раз вопрос она описывает сначала ситуацию а потом она к этой ситуации задает вопрос итак с осознанного возраста я всегда ощущала свои предрасположенности к медицине всегда интуитивно знаю что где куда применять заболевшим мне близким людям второй год успешно применяя эфирные масла такое ощущение что это забытое мною знание вернулось ко мне вопрос я была связана когда-то с медициной в предыдущих воплощениях с анатомией человека а кем она была вы не могли бы рассказать немножко об этом воплощении откуда это знание о эфирных маслах я понимаю вы куратор на эту жизнь вам безусловно надо в архивах посмотреть не понимаешь энергия ангела это то что она владеет эфирные масла это тоже поверхностные знания и дополнение к медицинским знаниям и анатомии человека я уже ответила на этот вопрос сказав что глубже нужно было погружаться в это ты не послушалась своей интуиции понятно благодарю вас если ты слышала с раннего возраста что тебе нужно идти в медицину ты взяла лишь поверхностные знания в виде эфирных масел и то сравнительно недавно ты могла намного больше развить себя в этом направлении вы закончили да благодарю вас пятый вопрос почему форма моего имени Оля в этом воплощении мне очень неприятно любые другие формы моего имени я воспринимаю без проблем объяснить вам этот вопрос нет хорошо это идет из детства неприятные тебе вибрации связанные с именем Оля а точнее с тремя буквами понятно ассоциации идут детские понятно хорошо я могу переходить тогда к шестому вопросу с вашего разрешения да пожалуйста с моим мужем мы уже 20 лет он родной для меня человек нам всегда было не просто вместе так как мы абсолютно разные люди во всем я заметила что наши отношения всегда двигаются по одной и той же спирали проходя проходя одни и те же этапы вопрос почему мы встретились в этих воплощениях я объясню ты сама ответила на этот вопрос вы проходите по спирали одно и то же от начала до конца но никто из вас не меняет реакцию или характер этого прохождения ощущение что вы не делаете выводы а идете по определенному плану по спирали как ты говоришь кто-то из вас думал должен задуматься в начале следующей спирали и изменить ход этой спирали чтобы получить какое-то осознание и опыт каждая спираль заканчивается одним и тем же и опыт не получен получена лишь еще одна спираль с определенной ситуацией которые прошли и пошли дальше задумайся над этим проанализируй прошлые ситуации проанализируй как их можно было поменять с твоей стороны что ты ждала со стороны мужа и ты будешь готова к следующей и определенный опыт будет пройден вы закончили да благодарю вас седьмой вопрос почему при изучении французского языка с нуля для эмиграции в другую страну неожиданным открытием для меня было то что я как будто знала его раньше и поэтому он мне так легко дался так ли это это генетическая память одна из твоих жизней была во франции ты знала этот язык раньше может расскажите чуть про об этой жизни если у вас есть желание я не была куратором я понимаю хорошо благодарю вас уважаемая ласточка я перехожу к следующему вопросу значит это генетическая память вопрос понятен расскажи пожалуйста восьмой вопрос о моем самом интересном воплощении на земле по твоему мнению по-любому она просит вас в хронике заглянуть я не анализирую прошлые жизни я не я лишь сканирую ангельскую душу мне этого хватает так как я куратор на эту жизнь хорошо это не проблема вдруг я не причастна к прошлым жизням но я могу посмотреть хорошо пожалуйста как вам удобно это я говорю к тому что я не знаю какая из этих жизней была более как ты сказал интересная более интересная у нас говорят более яркая то есть та жизнь которая например происходили какие-то очень человек жил в какое-то интересное время и как-то проявил себя собрал максимальное может быть количество знаний в какой-то жизни безусловно если бы она обратиться к нам мы можем детально посмотреть для нее сходить в кроники акаши прочитать из все ее жизни вот но она попросила своего куратора может быть на его взгляд обозначить какую-то жизнь которая ну скажем так была бы яркая интересная в понимании в нашем земном у вас неправильное понимание любая жизнь яркая интересная даже если на ваш взгляд она скучная не бывает неинтересно во времени на земле согласен но тем не менее у нас такой вопрос хорошо давайте выберем именно жизнь где жила Ольга во Франции давайте расскажите пожалуйста какие-то года чем занимаются это 1768 год только была учительница французского языка высокая дама худая интеллигентная в школе девочкам преподавала французский язык не только это очень любила Францию была патриоткой или просто любила как в смысле просто ты это года когда во Франции проходили очень большие политические события войны и так далее в политической жизни не участвовала не участвовала она очень любила историю Франции угу любили ее очень деть ее любили она была замужем были у нее свои дети муж у нее у нее был муж когда она была молодая муж умер 45 после этого она доживала свою жизнь в одиночестве с книгами но у нее было очень много учениц которые навещали ее ребенок был но он заболел скончался в маленьком возрасте трехлетним и потом супруг ушел жизнь понятно очень много анализов было в этой жизни и определенный опыт потери был получен благодарю вас за это объяснение уважаемая ласточка здесь все понятно если вы закончили или хотели что-то добавить спасибо вам мне теперь понятней жизнь на земле вы никогда не воплощались на земле? я не готова для этого хорошо вы позволите переходить к девятому предпоследнему вопросу уважаемая ласточка пожалуйста почему меня всегда пугает приближение весны это ведь прекрасное время когда все расцветает пробуждаясь к жизни а мне всегда тревожно и грустно начиная с юности есть какое-то рациональное объяснение этому? есть весной у человека обостряются определенные чувства у тебя была тяжелая юность тяжелая в плане здоровья весной все знакомятся определенный аромат встречи и свидание витает в воздухе и одиночество несет тоску еще больше тоску это коснулось тебя твоим переходным возрасте страх остался много чего ты пережила и забыла и пошла дальше и это правильно но где-то в глубине это чувство неприятное осталось и весной она обостряется благодарю вас уважаемая ласточка это был ее вопрос и вы дали на него исчерпывающий ответ и последний вопрос десятый если вы позволите позволю каким наилучшим образом мне связываться с тобой дорогой куратор в дальнейшем ангельской энергии ангельской энергии провади нить ко мне ей наверное стоит объяснить насчет стержня который внутри нее находится и от этого надо объяснить я активирую его и она почувствует она это прекрасно знает отлично прошу вас уважаемая ласточка мы закончили с вопросом с вопросами поэтому вы можете сейчас активировать эти энергии ангельские если вы желаете описывай вера я сама пишу ангельские ангельские энергии это то что твоя душа имеется рождение что ты несешь из жизни в жизнь что проходит с тебя светлым ярким свечением стержнем и светом который он отдает мы называем его душа болит болит она в области сердца груди но стержень ты имеешь по всему физическому телу по всем чакрам именно так его представляй и расширяй его свечение из этого же стержня внизу идет луч закручиваясь по спирали наверх выходит из твоей самой верхней чакры из темечка и протягивается ко мне именно так ты можешь представлять связь со мной предварительно позвав меня по имени наши ангельские энергии связаны и я слышу тебя и отвечаю мысленно на твой вопрос первый ответ будет правильным мы можем попробовать когда ты будешь готов все активировано я благодарю вас за такую возможность благодарю вас уважаемая ласточка у нас сейчас заключительные слова от вашей подопечной благодарю тебя от всей души мой дорогой куратор за эту незабываемую встречу за то что помог мне понять кто я и что я должна сделать в этом воплощении мы всегда с тобой остаемся в контакте благодарю Влада и Верочку за выполненную работу и за помощь в обретении целостности себя я посылаю вам всем свою искреннюю энергию благодарности и любовь благодарю за эти теплые слова благодаря вибрирует энергия благодарности и любви замечательно уважаемая ласточка это еще не все у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики каждому куратору каждому учителю который приходит к нам у нас были очень много из ангельских миров кураторов мы всегда делаем один определенный подарок и Верочка в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и самыми спелыми ягодами которые есть на земле один два три большая корзинка и мы хотим попросить ласточку принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее помощь за то что она пришла помогла нам ответить на эти вопросы и она может поделиться со своими друзьями этой корзинки хватит на всех это это очень приятно вы меня ввели в какое-то состояние неопределенной радости замечательно что вы испытываете такие чувства уважаемая ласточка и что нам это удалось доставить вам сюрприз именно так приятный подарок замечательно примите этот подарок и вместе с искренней нашей энергией благодарности от верочки от меня и от вашей подопечной Ольги мы не говорим прощайте мы говорим до скорых встреч возможно она еще когда-то захочется со своим высшим я пообщаться мы обязательно пригласим вас в этом случае или если я надеюсь она созреет до того момента когда она сможет прямой контакт установить с вами это было бы вообще замечательно я уверен что рано или поздно этот момент наступит обязательно наступит благодарю вас желаем вам высоких энергий чистых вибраций и всего вам наилучшего и рассинхронизируйся верочка готова хорошо ушла ласточка хорошо Ольга как вам встреча с вашим куратором волшебно волшебно абсолютно верно хорошо Ольга мы будем возвращать вас назад в ваш биоробот и сразу же перейдем к чистке вашей квартиры чтобы закончить всю эту процедуру хорошо и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ольги в систему биоробот душа заводим подключаем ее каждому органу каждой клеточке каждой извинке головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами готовы 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 и подпишись